Информация о качестве продуктов, разнообразии блюд и индивидуальный подход. Ольга Батусова, как заведующая детским садом, не понаслышке знает, как родители относятся к питанию детей. Именно поэтому у себя в дошкольном учреждении она выстроила грамотную работу между родителями и предприятием, которое организовывает питание малышей. Ежегодно мы в начале учебного года проводим с родителями конференцию по питанию, где рассказываем как раз о особенностях, как организовано питание в детском саду и проводим дегустацию блюд. И это один из положительных примеров, но, к сожалению, и жалобы периодически поступают. Некачественные продукты, неважное состояние посуды или самого пищеблока. И это неспроста. Питание в детских садах и школах в основном организуется на аутсерсинге. И у каждого поставщика свои подходы. Для нас очень важно так организовать питание, чтобы оно было полноценное, здоровое, чтобы дети значительно меньше болели. К сожалению, были случаи вспышки инфекции, как раз связанные с некачественным питанием. Поэтому сейчас особый контроль по питанию в школах и в садиках. А вопросами контроля занимается совет по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Перми. В минувшем выезде проверка осуществлялась в школах номер 42, номер 12 и в детском саду номер 291. Нареканий совет не выявил. Напротив, только положительные отклики. Наша задача, во-первых, выявить положительные практики, чтобы рекомендовать их другим образовательным учреждениям. И, во-вторых, конечно, отработать жалобы родителей, выяснить, насколько они были обоснованы и проконтролировать устранение всех выявленных нарушений. По каждому выезду, где были зафиксированы нарушения, проводится повторный выезд, на котором мы фиксируем, что по списку все нарекания были устранены. Такие плановые проверки проводятся каждый месяц. Если поступает жалоба, совет старается среагировать незамедлительно. А главное, что есть положительный эффект. Мы наблюдаем, что после каждого визита есть максимальные изменения. И мы видим, как даже вопросы, которые задают сотрудники и детского сада, и предприятия обслуживающего, позволяют им додумать что-то, вставить, дополнить и расширить свои возможности. Мы радуемся, что качество питания улучшается. А вот если после устранения нарушений жалобы от родителей и детей продолжают поступать, то совет вправе рекомендовать руководству образовательного учреждения сменить организатора питания.